Комиссия 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 Действительно очень высока роль межпарламентской деятельности. У нас в парламенте существуют разные делегации, международные делегации по, значит, активизации сотрудничества между разными парламентами. Например, есть у нас межпарламентская ассамблея СНГ, межпарламентская ассамблея по ОДКБ, разные делегации. И роль нашей комиссии, основная функция – активизировать эти вопросы и поставить эти актуальные вопросы перед исполнительной властью. Для того, чтобы, например, парламент России или парламент Беларуси и наши парламенты знали, какие актуальные проблемы есть, которые должны решить исполнительные органы нашей республики. Вот основные эти приоритеты. Я очень позитивно оцениваю, потому что, смотрите, за последние два года торгово-экономический оборот между Арменией и Россией утроился. Если тогда было где-то 700-800 миллионов, это в 2014 году. Сейчас уже подходит к 2 миллиардам. Но, к сожалению, с другими республиками, например, с Беларусью и с Казахстаном, пока не использованы все возможности. Это и вопросы логистики, транспорта, это и вопросы рынка в реализации, где есть. Поэтому мы должны рассмотреть все те трудности, которые есть, и самые оптимальные пути логистики формировать. То есть работа есть, работа очень многое. Первые очень такие чувствительные моменты я бы фиксировал – это таможенные тарифы. В Армении, как член с 2002 года Всемирной торговой организации, таможенные тарифы, они были низкими – 0% и 10%. В России они были высокие – 15, 20, 25, может быть, 50. Сейчас есть примерно тысячи наименований продукции, по которым у нас пройдут повышение таможенных тарифов, что приведет само по себе повышение цен у нас в республике. Поэтому мы должны очень четко рассмотреть, по ходу, как можно этот процесс организовать очень, я извиняюсь, организовать очень так аккуратно, чтобы баланс сохранить между ценами. Второе направление, я думаю, что это вопросы инвестиции. Вы знаете, что в промышленности Армении, сейчас мы сегодня будем участвовать в секции промышленные кластеры. Я сам доктор экономических наук и очень много занимался инвестиционной, организацией инвестиционной деятельности, политики. Мы должны сделать так, чтобы взаимные инвестиции были взаимовыгодными. Это и совместные предприятия создания, это и вопросы регулирования всеобщего, единой энергетического рынка. Например, Армения получает газ, значит, из России, но цены очень, разницы очень много. Мы должны воспользоваться от возможностей единого рынка. Но пока это надо работать над этим. С прошлого года действует у нас свободная экономическая зона. Этот район называется Мегринский район, Мегри. У нас в Армении, у нас граница между Ураном 42 километра. Свободная экономическая зона позволяет и позволит, чтобы, например, иранские предприниматели или другие предприниматели создали без налогов продукцию в этой экономической свободной зоне и отправили в большой рынок Евразии. Это, например, 200 миллионов, миллионный рынок, а иранский рынок 80 миллионов рынок. Пока здесь надо ждать немножко, чтобы привыкли какие. Потому что Евразия с Ираном имеют свободный торговый режим. Мы должны активизировать эту работу и представить предпринимателей все те возможности, которые можно воспользоваться от этих свободных экономических зон.